Правительство Алтайского края расторгло договоры с подрядчиками на строительство школы в Троицком районе и детском саду в Целинном. Строители не выполнили работу в срок. Проверки проблемных объектов расскажет Анна Москаленко. Печальное зрелище. Так прокомментировали краевые власти строительство школы на 140 мест в селе Заводское Троицкого района. Исполнители начали ремонтные работы в конце 2019 года и уже в конце нынешнего должны были сдать готовый объект. Уже октябрь, но до сих пор на объекте не начато строительство первого этажа. Прекратили работу, помогали им, но учитывая, что там была куча требований со стороны третьих лиц с подрядной организацией, так они и не смогли продолжить строительство. И поэтому 15 августа с ними контракт был расторгнут. В силу закона генподрядная организация включена в реестр недобросовестных поставщиков. Сейчас ведутся переговоры с потенциальным исполнителем. Представители единого регионального стройзаказчика дают прогноз. Школа по новому плану будет сдана в декабре 2021 года. Стройка – дело непростое. И мы понимаем, что кто-то переоценивает свои возможности, кто-то идет с благими намерениями, а потом все-таки вынужден расписываться в своем бессилии при решении каких-то вопросов. Здесь, наверное, очень важно то, что мы ведь не только хотим инспектировать снова же, мы пытаемся вникать в ситуации, которые возникают, и где есть возможность оказывать содействие. А это строящийся детский сад в селе Воеводское Целиного района. Объект завершен на 70%. Но опять же сроки сдачи истекли еще в декабре прошлого года. Подрядчик признался в некомпетентности. Ему осталось завершить уже начатые этапы работ. Хотите выйти с достоинством из этой ситуации? Я буду с достоинством из этой ситуации. Доделали и ушли. Мы дальше его делаем, как уже без вас. Планируется, что к следующему учебному году детский сад начнет работу. Устроить заказчика будет возможность выбрать компетентного исполнителя. С 1 сентября в 44-й федеральный закон внесены изменения о возможности выбора исполнителя. Законодатель дал право заказчикам проводить на выполнение строительных работ, проводить конкурсы. Помимо аукционов, конкурс дает возможность более внимательно рассматривать участников, которые подают документы. С точки зрения их компетентности, с точки зрения наличия опыта положительного, с точки зрения опыта производственного выполнения в данном субъекте, в конкретном субъекте, где непосредственно они выходят на конкурс и пытаются построить объект. Ход строительства соцобъектов взят на контроль лично заместителями правительства Алтайского края. Проверки будут проходить регулярно для того, чтобы детские сады и школы открывались в срок. Анна Москаленко, Анатолий Фукс, Новости. Анатолий Фукс, Новости.